Всем привет! И вот мы снова возвращаемся в дворец Балитарии, на тропу Повелителя. Многие проходят эту локацию сразу же после того, как убивают фаланги. И в принципе в этом нет какой-то глобальной ошибки. Единственное, что для них будет проблема убить Верну на мосту и дворцу Балитарии. Ну и сам босс этой локации может составить некоторые проблемы. Но так как мы уже достаточно прокачаны, прошли уже несколько локаций до этого, то для нас уже не состоит какого-либо труда пройти эту локацию. И в переиздании мне очень нравится, как сделан огонь. Если ударить, допустим, знамя, смотреть, как он огарит. Физика пламени здесь сделана очень даже неплохо. Довольно редко встречишь такую физику в современных играх. Здесь есть несколько предметов, которыми можно поживиться. Но самое главное у нас находится там, внизу, за решеткой. Да, меч прокачанный по пути огня здесь очень сильно заходит. Ну и здесь у нас старый знакомый. Острава. Итак, Острава у нас опять попал в передрягу. Его окружили солдаты. И можно слышать этот рев. Рев Виверны. Ну или дракона, как его называют Острава. Но не спешите спасать Остраву. Потому что если его спасти сразу, то он может погибнуть. Он начнет шарахаться по всей локации и искать на свою пятую точку приключений. И только посмотрите на этот прекрасный вид. Два склонившихся путеса. И беспощадная Виверна, которая сжигает все на своем пути. Верна зациклена, как это обычно бывает. И... Она к тому же еще больно бьет. Ну... Не так больно, как могло быть, если бы мы пришли сразу сюда. Если бы я пришел сюда после фаланги, то это был бы наверняка ваншот. Пока не собираем эти предметы. Наша цель пробежать как можно быстрее по мосту. И забраться на первую башню. Имея хороший лук... Можно с этой башни... Попытаться расстрелять Виверну. Сейчас. Для начала убьем лучников. Так как у нас Виверна зациклена, можно взять лук и попытаться ее долго и упорно расстреливать с этого места. Ну, либо с этого места. Если бы нет какой-то особой принципиальной разницы. Главное, чтобы было удобно целиться. Но это очень долго и муторно. И так как мы играем за мага, то... Есть способ проще. Ну, для этого как раз нужно было пройти предыдущие локации, чтобы прокачать интеллект, силу магии. Взять кое-какие полезные заклинания, предметы. И теперь нам понадобится Крис. А также... Кольцо, увеличивающее силу магии. И... Кольцо умной крысы, которое увеличивает силу атаки, когда здоровье падает до 30%. Здесь написано, что увеличивает силу атаки, но на самом деле она также увеличивает и силу заклинаний. И теперь наша цель опустить наше здоровье ниже 30%. Я, наверное, зря убил всех пикменов. Давайте попробуем, возможно, неверно нас не убьет. Да, нас не убило. Но, мне кажется, кольцо не срабатывает, потому что, если бы кольцо сработало, появился бы символ мыши у нас в иглу. Ну, окей. Давайте пройдем немножко вперед и получим еще немного дамага. Похоже, получать дамага сейчас будет уже не от кого. Так. Давайте я проверю. Окей. Ну, еще есть как вариант спуститься вниз в подземелье. И получить урон от кого-нибудь здесь. Главное не умереть. А, да. Вот, чистить. О, у меня магия. Окей. После того, как у меня кольцо сработало, кстати, вы можете видеть, вокруг меня появилась красная аура. И появился символ крысы. Это означает то, что кольцо начало действовать. После этого... Поднимаемся обратно в гракону. Ставим крис, волшебную палочку. И заклинание луч души. Теперь главное найти нужное положение. Чтобы их наверно у нас не доставало. И нам было удобно целиться. И находим нужную позицию. Чтобы атаковать магию. И попал. Немножко выше. Также необходимо запастись пленостями. Потому что нам может не хватить... ...количества маны. Вот, все. Есть попадание. И наши луч души сносят этому дракону... ...280 единиц жизни. Если вы убиваете стрелами... ...то это будет намного дольше. Там, по-моему, урон будет порядка... ...то не знаю... ...10-15 единиц. И вы будете убивать ее... ...наверное, минут 40. Да, ну что-то я начал промахиваться. Давайте немножко поправим свой прицел. Вон еще... ...нужно вычислить момент. Ну вот, наконец-то. Теперь главное попадать в тайминг. Да, эмана у меня закончилась. Ну, я набрал... ...пряностей... ...в башню Латрии. Ну вот, опять не попал. Слишком рано. Есть контакт. Есть контакт. Опять рано. В общем, нужно где-то начинать стрелять, когда он уже начинает сжечь во всю мост. Не осталось, по-моему, всего лишь одно попадание. Я не попал? Да что ж такое-то. Только вроде казалось, что все налажено, но нет. Опять я не могу в него попасть. Немножко поправим лицо. Немножко поправим лицо. Есть. Все. Можно ее просто съесть и получить, по-моему, за нее 10 тысяч душ. Окей. Так, теперь можем убрать эти кольца. Вернуть наше кольцо сохранения. И поставить также кольцо вора, что делает нас менее заметным. И теперь уже можно подлечиться. Надо будет забежать по часу и пополнить свой запас травы. Теперь можно спокойненько собрать все эти предметы, которые здесь лежат. Крылатое копье. Кстати, по-моему, только здесь его и можно найти. Длинное копье с симметричными выступами у наконечника. Копья используется так же, как и рапиры, но поражают с большей дистанцией. Область атаки довольно узка, но это компенсируется серьезным уроном. Копья прекрасно пробивают металлические доспехи и твердую чешую. Стандартное описание для такого оружия. Мне кажется, я скоро буду перегружен. Итак, убивая Виверну, мы преследовали две цели. Во-первых, убив Виверну, мы облегчили себе путь по этому мосту. И теперь можем спокойно собирать предметы, и никто нам не будет мешать. Шипастый щит. Так называемый щит Кирка. Демон Соус, он тоже присутствует. Щит, утыканный шипами, которые могут пронизить врага, предназначен для атаки. Редкое оружие, которое почти не применяется в настоящем бою. Ну, давайте сначала зачистим эту локацию сверху, а потом перейдем в ее нижнюю часть. Отсюда открывается вид на такой вот пригород, на земли Балитарий. По-моему, в оригинале, либо здесь просто была текстура горы, либо все-таки что-то было, я не помню уже. Возможно, это уже дорисовали в переиздании. Да, эти кареты мне прям вот очень сильно напоминают Бладборн. Стой, давайте подставим все-таки щит. Мы и так уже потратились очень много специй. Итак, мы подошли ко второй башне. Здесь также у нас стоят арбалетчики. Также открывается прекрасный вид. Да, дальность прорисовки тоже очень радует. И, кстати, на первой башне в оригинале был обычный лук. В переиздании его убрали. Также, убив Верну, мы перевели тенденцию мира Балитарии в светлую сторону. Но это пока незаметно, потому что тенденция обновляется только после того, как мы вернемся в Нексус и обратно. Об этом некоторые не знают. И после того, как осветляют тенденцию мира, либо умирают несколько раз, думают, почему ничего не меняется в тенденции. А оказывается, все дело в том, чтобы что-то поменялось, нужно сгонять в Нексус. Здесь у нас вот такая засада из трех арбалетчиков. И если бы здесь еще была Виверна, это просто место вызывает адскую боль в заднице. Потому что тут еще сверху лучники стреляют. Три арбалетчика, Виверна и вот этот вот рыцарь. Который тоже наносит немало так урона. Даже учитывая то, что мы не слабо там прокачаны. Видите, две головы сверху еще с арбалетов обстреливают. Блин, получается у меня сегодня парирование. Совсем растерял сноровку. Ну, с нашим мечом можно и не парировать вообще. И, кстати, с них так неплохо валится трава убывающей луны. Здесь у нас туман, который ведет к боссу, но пока нам туда не нужно. Давайте сначала зачистим локацию полностью. Спасем острова, потом уже пойдем туда. Здесь также есть запертая дверь, которой нужно будет найти ключ. Ну, давайте сначала поднимемся наверх. Да, здесь ящерка. Здесь ящерка, которую я постоянно забываю. Но, в принципе, это не принципиальная ящерка, которая дает не особо уникальные камни. Их можно и так найти. Здесь можно отомстить этим двум засранцам, которые у нас отстреливали сверху. И взять камень бесплотный глаз. Очень редкий минерал в Demon's Souls. Душа. Еще душа. И немножко дворянского лотоса. Больше нам здесь делать нечего. Врата уже подняты. Непонятно, кто и для какой цели открыл эти врата. Но путь открыт. Так, верхняя часть зачищена. Давайте приступать к нижней. Этот мост двухуровневый. Давайте начнем с самого начала. Что нам все равно сначала нужно будет спасти Астраву, чтобы не бегать туда-сюда. Как вы уже могли заметить, Астрава это такой персонаж, помесь Соллера с Зигвардом. Он постоянно попадает в такие передряги, из которых не может сам выбраться. Ему постоянно нужна помощь. Засада. И он весь такой в сияющих доспехах. Эдакий принц балетарский. Королевский сынок. Возможно, я сейчас что-то кому-то заспойлерил, но ладно. В принципе, уже наверняка многие знают, кем он является в Демон Соулс. Хоть он напрямую этого еще и не говорил. Так, здесь у нас кольцо сопротивления раном. Но, учитывая, насколько он слаб, можно предположить, что рыцарский титул он явно получил не по заслугам. И здесь у нас что-то лежит очень тяжелое, что я не могу поднять. Но мы всегда можем воспользоваться читерством переиздания Демон Соулс и отправить прямо отсюда свой схрон предметы при помощи телепорта. Кирса Синеглазого Рыцаря. Кстати, этого сета не было в оригинале. И он вам просто дает немножко травы темной луны. Это, по-моему, самая лучшая трава для лечения Демон Соулс. После этого он просто начинает шариться по всей локации. Поэтому я рекомендую его спасать в самую последнюю очередь. Потому что если он умрет, то дальнейший его квест закончится. И вы пропустите много интересного лора. Мы продолжаем исследовать эти подземелья. И здесь еще будет много опасных мест. Несколько засад. Здесь у нас такой пролом, через который можно тоже полюбоваться на красивые пейзажи. И на разрушенную демонами балетарию. Немножко травы, душа. Да, самое опасное место это вот здесь. Собаки всегда доставляли в серию Соулс большие проблемы. А здесь их сразу нападает несколько штук. Поэтому лучше слишком вперед разбежать. К тому же они здесь еще и очень прочные. Прикольно так. Шер сделано. Почти хайрворкс. В виде. Причем собак-то мы здесь убиваем вполне живых. Никакие они не полые. Хотя они очень злые. Больше похожи на каких-то волков. Так, что здесь еще? Трава. Здесь у нас старый знакомый торгаш. И там за решеткой мы можем видеть предмет, к сожалению, до которого мы пока добраться не можем. Чтобы достать предмет, нам как раз нужно открыть ту самую дверь, которую я вам показывал. Но для этого нам нужен определенный ключ, которого у меня пока нет. Продает он не особо что-то интересное. Единственное, что у него можно купить уникального, это клеймор. Если вам нравится такой меч, а это на самом деле неплохой меч, то можете смело его брать. Единственное, ценник, конечно, немножко кусается. 6 тысяч. Но больше вы его нигде не купите. Поэтому, если он нам нужен, лучше покупать его сразу здесь. Также он нам должен рассказать что-нибудь интересное. Продолжение следует... И Дрэглинг нам рассказывает историю, откуда появилась эта ящерица. Оказывается, ее тоже привел король Аланд вместе с другими демонами. Больше ничего интересного не говорит. Ну что ж, можно выбираться из этого подземелья. Здесь как раз есть выход ко второй башне. Надеюсь, острова наш выжил. И куда-нибудь с дуру не упал в пропасть. Перед вратами вот такие две красивые статуи. И нам предстоит сражение с боссом. Так, травы не так много. Но, надеюсь, она мне особо не понадобится. А что понадобится, так это заклинание защиты. Теперь тем, как входить к боссу, давайте его используем. И попробуем убить его с первого раза. Рыцарь в башне. Огромный рыцарь с башенным щитом. А также ему помогают здесь лучники, которые стоят по периметру и обстреливают вас. И если вы хотите получить трофей, то вам нужно убить этого босса, не убив ни одного лучника. Что, в принципе, не так сложно сделать. Особенно, если вы пришли сюда уже с более-менее нормальной прокачкой. Эти лучники хоть и стреляют, но они достаточно косые. Есть несколько способов убить этого босса. Самый, наверное, простой и читерский, это залезть наверх и попытаться расстрелять его по голове магией, так как голова у него слабое место. Ну, честный способ, это бить ему по ногам и заставить его упасть. После того, как из его ноги начинает сочиться вот такая вот голубая скрылья, означает то, что этой ноги уже хватит, и нужно начинать долбить другую. На самом деле, на этого босса больше не используют централизацию. Оу, камера, не шути. Откинула. Так, нет, похоже, той ноге, наверное, все-таки не хватит. Нужно еще несколько ударов ее сделать, и после этого он падает, и теперь нужно окучивать его голову. И, возможно, хватит даже одного захода. О, захода, все-таки не хватило. Блин, а я чем бью? Я бью крисом? Твою мать, я думаю, почему такой маленький дамаг я наношу? На самом деле, я бы его сейчас реально убил, если бы у меня был в руках угленный меч. А я, как дурак, все это время ходил с крисом. Что за фигня? Почему я так мало наношу урона? Да, как можно видеть, лобленным мечом я вам просто снял одним ударом 430 хп. Демон уничтожен, на месте с ним все его... А, кстати! Ах, черт, я не посмотрел. Из его вылетающей души также сформировался образ рыцаря со щитом. Это был очередной лучший рыцарь из Балетарии. Железная душа демона. Я думаю, нет смысла ее читать. Но я на всякий случай все-таки посмотрю. Душа демона, известного как рыцарь башни. Просто рыцарь башни. Не раскрываются имена, но их имена раскроет Астрала. Давайте проверим, что есть на балконе. О легендарных рыцарях Балетарии нам поведает Астрала. Сейчас, когда мы вернемся в Нексус, он там будет. И, надеюсь, нам расскажут о них. Как их звали. Так, пусть, по-моему, здесь ничего интересного нет. И мы можем возвращаться в Нексус. Итак, внутренние покои. Обелиск демона, известного как рыцарь башни. С заворотами Балетарии в лабиринте улиц скрыты ловушки. Расставленные толстыми чиновниками. Живым свидетельством безумия старого короля Алланта. Чтобы совершить суицид и поговорить с Астравой, который сидит тут, свешив ножки. Я не помню, можно ли найти его физическую оболочку. Напишите об этом в комментарии, возможно, кто-то об этом знает. Боюсь, это его последние комментарии. После этого он уже наверняка пропадет. Давайте починимся. Так, у нас есть 18 тысяч душ. Можно что-нибудь прокачать. Например, интеллект. Но, к сожалению, все равно не хватает нам до памяти заклинаний. По-моему, нужно 18. 10 травушек. И теперь можно идти и прыгать со скалы. Кажется, ему уже совсем плохо. Он начал тереть память. Ну что ж, пришло время поговорить со Стравой. Похоже, Астрава все это время где-то шарахался на юге, пока в Болитарии происходили страшные вещи. Ну что же, когда он разрушал телommан, то есть, Bobby Corbyza и built-inlock-up состояния, а 가족-либо верхней мисратор. Где-то лапухging и расш,' это Астрава очень редко. Вы乾ивали это, что развивлю людей, а côté в Болитарии мон devолчал человека. Здесь лично просто с无 Went라� Emmaским дом Marketplace. telку Кажется Острава Сергеюк. Это ОстраваShould Corner-у. Ты уникальный один, pitcher Болитария и протектор. Астрава Джейкс. На самом деле, это не легенда, и действительно существует этого меча, и очень странно это слышать от Астравы, который владеет неким ключом, который как раз ведет к Мавзолею Дорана, где и хранятся эти мечи. Но и не только эти мечи, а еще и сам Доран в придачу, который так просто эти мечи не отдаст, так как является их хранителем. Но сегодня Болитария не обидно. Валефакс был потерян, и Бьор слипла через фишер, никогда не слышно. Все остальные, вместе с Болитария, были either devoured by the fog, or fallen afoul of the demons. Болитария и knights не больше. Двух легендарных рыцарей в демонической форме мы уже победили. Это была Улан со своими грозными дикарями, которые слились и превратились в демона по имени Фаланга. Причем здесь ошибка в переводе. Это была лучница, а не лучник. И здоровый рыцарь по имени Альфред, который обратился в огромного рыцаря в башне. Но метаса пронзающего нам еще предстоит встретить. После того, как мы осветлили тенденцию обелиска Алчного короля, теперь мы можем вернуться к вратам Болитарии. Можем видеть, тенденция очень светлая. И при самой светлой, а также при самой темной тенденции, здесь открываются врата. Теперь мы можем сюда пройти. Здесь у нас закоулок. Где, к сожалению, ничего не положили. Хотя очень неплохое место для этого. Зато здесь появляются такие вот красные духи. Которых практически нигде и не увидишь при светлой тенденции. Но здесь они появляются всегда. Куча душ. И это неспроста, так как это место казни. Судя по всему, здесь убили огромное количество народа Болитарий. И всем этим заправляла некая особа, которую мы сейчас встретим. Очень сильная дама, которая погубила не один десяток, а то, возможно, не одну сотню жителей Болитарии. Да, из этих духов выпадает огромное количество обычной травы, которая особо-то мне уже и не нужна. Ну, хорошо, будем ее есть пачками. Раз уж она есть... Ой, зачем я? Сейчас-то ее ем. Она очень мало мне уже жизни добавляет. И как раз здесь в логове она и прячется. Оу! Так, и лучше бы найти более открытое пространство для сражения с ней. Вот где там... Видите, здесь убили рыцаря. Не сюда! Так, давайте наложим на себя заклинаемые защиты. Куда ушла? Эй, я тут! Похоже, ей там нравится. Вот она. Женщина с огромным тесаком. Да, что ж такое-то. Да, не могу его запарировать. Неподготовленным к ней лучше не приходить. Хоть ее и атаки достаточно медленны, но урон она наносит на самом деле до хрена. Странно, что от нее не прозвучало ни одной реплики. На самом деле, она должна была разговаривать со мной во время битвы. Ну, что-то в этот раз она какая-то очень молчаливая была. Давайте хоть почитаем описание ее сета. Обвязанный капюшон. Остроконечный капюшон из кожи и обрывков мешковины, полностью закрывающее лицо. Такие капюшоны носили балетарские палачи, в том числе знаменитая Миральда. Равноизвестная лютой жестокостью и прекрасным звучным голосом. Ну, к сожалению, не поговорила она со мной. Обвязанный доспех. Доспехи из кожи и обрывков мешковины, обмотанные ремнями. Такие доспехи носили балетарские палачи, в том числе и знаменит Амиральда. Ну, имеет такое же описание. Также она дала кольцо мастера, но такое кольцо у нас уже было. И здесь скрывается ужасная яма. Куда... Куда, похоже, сбрасывали... Сотни мертвых тел. Кольцо сопротивления к яду. И... Да. Вот это вот самое главное испытание. Демон соус. Взять вон тот гребаный предмет на палке. И при этом не разбиться. Так... Как нам это лучше сделать? Можно слышать... Как... Летает полчища мух. Некоторые тела, которые скидывали, не долетели до низу и так и остались висеть на этих деревянных балках. Так, я вот, если честно, даже не помню, как правильно спрыгнуть. Чтобы взять тот предмет снизу. Наверное, нужно, да, упасть вот в этот пролом. Тогда мы должны попасть четко на балку снизу. Главное, не сорваться. Фух. Как же я не люблю платформинг в серии соус. Тут посмотрел недавно слитый ролик Селдон Ринга. И ужаснулся прыжкам. Здесь мы берем бесцветную душу. По-моему, впервые я поднял бесцветную душу. Это уникальная душа для апгрейда оружия. Душа первобытного демона. Удивительно истощенная в сравнении с другими. Поглотите ее, чтобы получить много душ. Душу некоторых демонов можно преобразовать в магию, чудеса или оружие. Но чтобы увидеть живого первобытного демона, нужно опустить какую-нибудь АУ-локацию до самой темной тенденции. Я там еще не все забрал, поэтому придется вернуться. Ну, слава богу, бежать тут не далеко. Да, кстати, здесь еще и ящик-то есть. Наконец-то хоть одну догнал. Осколок твердого камня. Полная хрень. Балитарий... Ящик все даю. У-у-у. Шу-шу-шу-шу. Какого черта? Комбо. Не хотел вас убивать, но вы меня заставили Ну, в принципе, падать мне даже не придется больше Разве что, забрать души Ну, по-моему, не так много у меня их там было Здесь можно спуститься по лестнице Мои души валяются И здесь просто целый бассейн мяса и крови Из разложившейся человечины Также здесь лежит что-то чрезмерно тяжелое Что ж, давайте что-нибудь выложим Трава убывающей луны весит 7 Офигеть Да, конечно, в пересдании здесь траву утяжелели Пытались хоть как-то усложнить жизнь Но на самом деле это не особо усложнило Но все же они пытались Так же камни можно все по-выкладывать Сет зарослей Тяжелый металлический шлем Часть старых доспехов Поколениями хранившихся в правящей семье Балитарии Он хорошо защищает от огня Последним его носил Бьор из клыков-близнецов Из-за большого веса сильно замедляет восстановление стойкости Подобные сеты носили Валафакс и Бьор И есть фанатская теория Что именно здесь и погиб Валафакс Так как Бьора мы еще встретим живым И есть две теории Это то, что Валафакса погубила палач Меральда И скинула его тело в этот отстойник Либо он провалился через деревянное перекрытие Именно сверху этой ямы Есть дыра, которую мы уже видели Я еще говорил вам про нее в первой серии Если это действительно так И Валафакс так глупо погиб То да, можно ему вручить премию Дарвина Но, как показывает история Это далеко не первый случай Когда огромный рыцарь в тяжелейших доспехах Срывается с высоты и убивается насмерть Достаточно вспомнить печальную историю Таркуса Из первого Дарк Соулс Ну и как можно видеть Наш удрученный рыцарь Умер Пропал Оставив вместо себя душу великого воина Обидно, досадно, но ладно Ну, давайте опять вернемся к вратам Балитарии Не помню то самое место, где порхали два дракона После того, как мы осветлили тенденцию в Балитарии Эти два дракона пропадают Ну, одного из них мы уже убили Но даже если мы его не убили, он бы все равно пропал Теперь мы можем вернуться туда и забрать предмет, который эти два дракона охраняли Одна проблема, что бежать туда, конечно, крайне неудобно Особенно Я даже точно не уверен Самым ли коротким путем я туда иду Возможно, нужно было идти немножко по-другому Но, по-моему, что с одной стороны, что с другой стороны одинаково Да, в Demon's Souls очень мало костров По сути, костры здесь находятся только в начале И все, и после босса То есть никаких поблажек, только хардкор Большое количество рыцарей здесь Даже копье удалось запарировать Так, и как раз вот здесь, за поворотом Настущая два кувала Атмосферный коридор Wait Какого лешего он здесь? Его, по идее, не должно здесь быть Нет, ну серьезно Я же умер не в облике человека Я же не понизил тенденцию этого мира А-а-а, ребят Мой косяк В общем, косяк в чем Что я сделал неправильно После того, как я убил палача Миральду, Миранду Я понизил тенденцию мира Сразу на 3 единицы То есть, по сути, да То есть, нужно было сначала Прийти сюда Обобрать весь этот утес И только после этого ее убивать Либо убивать ее вообще позже Блин Sorry, guys Давайте попробуем все-таки Собрать хоть что-нибудь Из-за этого, что здесь лежит Ну, сдохну и сдохну Как бы полторы тысячи душ Не проблема Так, давайте сначала Посмотрим, что здесь С края утеса По-моему, здесь у нас даже не заметят Учитывая, что что на нас А, нет Не то и кольцо поставил Надо было не кольцо Лучше все-таки оставить кольцо Дело в том, что Убив Миральду Я усложнился жизнь на этой локации То есть Враги стали сильнее Вообще, конечно, не рекомендую убивать Миральду До того, как вы пройдете вообще всю Балетарию Потому что, ну, по сути Вы усложняете все дальнейшие прохождения Ну, а кому похрен на сложность То, в принципе, может убить ее сразу Ну, по крайней мере, хотя бы после того Как обследуете вот этот утес И соберете здесь все эти предметы Ну, хотя бы красное, верно, нет И то спасибо Ну, а синий мы попробуем своровать Щит пурпурного пламени Уникальный щит Здесь, кстати, также и лежит, по-моему, защита Кольцо защиты от пламени Которое у меня уже есть Душа прославлена И вообще, по-моему, у меня похрен Еще одна душа По сути, осталось тут два предмета Кольцо сопротивления пламени И кольцо великой силы И все, можно валить отсюда Да, когда синий дракон здесь один В принципе, не проблема Собрать здесь все барахло Итак, что мы поимели Ну, кольцо сопротивления пламени у нас уже было Кольцо великой силы Кольцо, принадлежащее клыкам-близнецам Короля Аланта Увеличивает максимальный вес снаряжения Благодаря ему Бьор из клыков-близнецов Мог одновременно носить стальной щит Огромный арбалет и тяжелый меч Щит пурпурного пламени Большой старый щит Выкрашенный в насыщенный пурпурный цвет Очень тяжелый Прекрасно защищает от огня Этот щит окутан тайной Его происхождение неизвестно Также здесь мы впервые, по-моему, находим Осколок обелиска Осколок одного из обелисков Расставленных по миру Переносит в Нексус Вековеченные передали обелиски Правителям народов Но вскоре великие камни были забыты И лишь крысы прогрызают в них свои пути То есть Очень дорогие камни Которые продает лоскутик по пять тысяч Поэтому лучше один раз потратить И купить Это чудо Которое не раз вам Может спасти огромное количество душ А также Его очень удобно использовать При фарме душ И в принципе Даже понизив Тенденцию в болитарии Ничего страшного Дело в том, что все, что Было связано с тенденцией Я уже собрал По сути это были врата Которые можно открыть Как и при самой светлой Так же и при самой темной тенденции Поэтому, чтобы открыть все секреты В болитарии На тенденцию можно вообще смело забить Единственное, что При темной тенденции Просто пройти будет ее сложнее Но А мы продолжаем Штурмовать болитарию И в следующей серии Мы посетим Внутренние покои Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok